ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА День российского студенчества. В рязанских вузах отметили молодежный праздник. 50 лет пожарной лаборатории. Работники регионального управления МЧС провели праздничные мероприятия. Ну а теперь обо всем подробнее. В конце января все студенты отмечают свой молодежный праздник Татьянин день или в современном варианте он звучит как день российского студенчества. Праздник этот давний ведет свою историю с 25 января 1755 года, когда по указу императрицы Елизаветы Петровны открылся Московский университет. За долгие годы сложилось множество вариантов проведения Дня студенчества. В каждом городе, в каждом вузе своя традиция. Есть она и у студентов Рязанского медицинского университета. В Рязанском медицинском университете Татьянин день отмечали по-настоящему весело, активно и задорно. Ведь день российского студенчества традиционно совпадает с окончанием сессии и началом каникул. В начале факультетских состязаний поздравил будущих медиков ректор медуниверситета Роман Калинин. Россия всегда была сильна, гордилась своей молодежью, своими студентами. Сейчас это вы. Я очень рад за вас. Я поздравляю вас с этим. Бодрости духа, здоровья вам, оптимизма, хороших оценок. Именно вы, именно те, кто делает наш университет сильным, кто делает сильным нашу Россию. С праздником вас! Татьянин день в медуниверситете получился спортивным праздником. Погода на выходных выдалась морозной. А потому соревнования между командами различных факультетов помогли разогреться даже самым уставшим от учебы студентам-медикам. Я думаю, что для ребят окончание сессии – это самый важный момент, который в январе, который они ждут с сентября. Сегодня действительно день, который мы празднуем традиционно, все вместе на территории медицинского городка. И так как мы будут здоровые образы жизни, мы это пропагандируем, мы в этом направлении постоянно работаем, мы, безусловно, без спортивных мероприятий не обойдемся. И это туристические элементы у нас работает турклуб «Телевс». Как вы знаете, недавно у него был юбилей очередной. Это будет обостановка палатки, будут упражнения на координацию, ловкость. Это тот же самый дартс на меткость и точность. Врач должен быть точным абсолютно. Состязались ребята в перетягивании каната, играли в дартс и кегли на льду хоккейной коробке. Завершился спортивный праздник общим чаепитиям с вкусными и горячими блинами. А после укрепления физических сил девушки Татьяны провели спринтерский забег. А завершили Татьянын день студенты мед. университета сожжением чучела сессий и с радостью отправились отдыхать на зимние каникулы. А в Рязанском государственном университете главным событием при проведении студенческого праздника стало открытие электронного табло, извещающего преподавателей учащихся ды, просто прохожих, о вековом юбилее старейшего вуза. В пятницу, 23 января, на территории Рязанского государственного университета состоялось традиционное празднование предстоящего дня Татьяны. Этот день считается центральным в череде событий, приуроченных ко дню российского студенчества. Поздравить молодых людей пришли представители органов власти. Праздник традиционный, очень радостный, потому что молодежь отмечает именно свой праздник, день российского студенчества. В этом году центральная площадка в Рязанской области – это Рязанский государственный университет, потому что в этом году исполняется 100 лет университету, очень символично. Открытие электронных часов, отчитывающих дни до празднования векового юбилея вуза, дало старт гуляния молодежи. В этом году празднование проходит на территории нашего университета. Конечно же, мы приложили все усилия, чтобы создать хорошую атмосферу, праздничную атмосферу. Здесь будут сегодня проходить массовые гуляния, проходить соревнования между студентами вузов и СУЗов. И, как я уже сказал, конечно же, победит сильнейший, будет переходящий кубок, будут ценные подарки. В этом году в празднике приняли участие более 20 средних и высших учебных заведений. Команды студентов сражались за переходящий кубок во всевозможных затейливых конкурсах. Победила команда хозяев праздника. Очень теплая атмосфера, несмотря на холод. Очень много людей, много моря позитива и веселья. Очень приятно, что университет имени Есенина пригласил нас в гости для такого праздника. В общем, холодно, весело, все дружат, все очень здорово. Татьяна Денина – это один из моих любимых праздников, не только моих, но и всех студентов. Всегда здесь большие гуляния, всегда приходит очень много людей, всегда любят пить чай, танцевать, есть блины. Раньше была медовуха, но с недавних пор ее отменили, потому что по указу президента в этот день, 25 числа, нельзя продавать алкоголь, поэтому мы тоже не нарушаем закон. У нас в прошлом году был безалкогольный Гринфейн, в этом году мы решили совсем по-русски все сделать, только с теплым, горячим, вкусным чаем. Согревались в холодную погоду участники праздника горячим чаем, блинами и народными плясками. В это воскресенье, 25 января, во всех магазинах региона нельзя было купить крепкие горячительные напитки. В Рязанской области, напомним, введен запрет на продажу алкоголя в дни молодежных праздников, таких как, например, Татьянин День. Кстати, что касается спиртного, то не всегда на прилавки попадает качественный и безопасный для здоровья пьющих горожан алкоголь. Рязанские полицейские выявили очередную крупную партию такого контрафактного пойла, которое бутлегеры не успели еще реализовать. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе рейда изъяли крупную партию контрафактного алкоголя. Около 20 тонн спиртосодержащей жидкости должны были быть реализованы под видом брендового алкоголя. Часть бутылок была не маркирована, остальные емкости имели акцизные марки с явными признаками подделки. Изъятый алкоголь был направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального ОМВД. В ходе проведенных мероприятий установлено, что данная алкогольная продукция представлена элитными коньяками, бренги, виски, водкой. Общее количество изъятого составило более 20 тонн. А грузился где? В Анапе. В Анапе, да? А в Анапе откуда конкретно? Ну там где-то адреса есть, конкретно, я там что-то помню эти адреса, я что-то там, я же сам же не местный. Понятно, ну тебя загрузили и сказали вези. Да, и все. А здесь тебя человек уже встречал, или как? В настоящее время, по данному факту, возбуждено уголовное дело по незаконной перевозке, хранению и реализации немаркированной алкогольной продукции. Осуществляется расследование. По предварительным данным, стоимость изъятого алкоголя составляет более 10 миллионов рублей. По версии полицейских, продукция предназначалась для реализации через средние и крупные розничные торговые точки в Рязани и области. А вот все-таки связанные с алкоголем правонарушения, согласно все той же официальной статистике, стражи порядка вызывают определенное беспокойство. Рязанские дорожные полицейские продолжают с пугающей частотой регистрировать автоварий с участием пьяных водителей. Не обошлись и минувшие выходные без таких вот печальных происшествий. Вчера вечером еще один молодой водитель отличился. И сразу по всем пунктам. Пьяный 18-летний рязанец, не имея права на управление автомобилем, двигаясь по московскому шоссе, на полном ходу налетел на троллейбус номер 17. От удара иномарку отбросил на крайнюю левую полосу движения, где она совершила столкновение с автомобилем «Лада Приора» под управлением 28-летнего жителя города. В результате происшествия пострадали два пассажира легкового автомобиля «Миссубиси Галланд». Это 17-летняя девушка и 27-летний мужчина. С травмами различной степени тяжести они доставлены в лечебное учреждение города Рязань для оказания медицинской помощи. В момент ДТП в салоне троллейбуса находились пассажиры, никто из них не пострадал. Автомобиль не принадлежит водителю, нетрезвому, который управлял данным транспортным средством, принадлежит другому человеку, который не находился в этот момент в салоне автомобиля. Еще одна трагедия произошла в Сасовском районе. Молодой человек, 26 лет, за рулем «Шевроле Лачете», не выбрал безопасную дистанцию и врезался в КамАЗ. В результате два пассажира, 22 и 26 лет, скончались на месте. Водитель иномарки получил ушибы позвоночника и его увезла скорая. В крови молодого человека был обнаружен алкоголь. Рязанские дорожные инспекторы предупреждают всех любителей выпить и сесть за руль, что с 1 июля 2015 года наказание за вождение в нетрезвом виде ужесточится, вплоть до уголовной ответственности. Так, за последний рабочий день и прошедшие выходные на территории всей Рязанской области проходило профилактическое мероприятие «нетрезвый водитель», в ходе которого сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 50 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 4 человека отказались от прохождения освидетельствования. В настоящий момент за управление автомобилем в состоянии опьянения или за отказ от медицинского освидетельствования Водителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 50 тысяч рублей, а срок лишения до 3 лет. За выходные в Рязанской области произошло 7 ДТП, в которых 2 человека погибли и 8 получили различные травмы. Всего же в регионе зарегистрировано 176 аварий с причинением материального ущерба. Трагическое происшествие, которое произошло еще в конце прошлой недели в микрорайоне Дашково-Песочня, вызвало бурную дискуссию в социальных сетях. Там из верхнего этажа многоэтажки сбросился мужчина. К расследованию уже подключились рязанские следователи. 23 января на улице Большая в микрорайоне Дашково-Песочня установленная на торце дома видеокамера зафиксировала трагическое происшествие. Погиб молодой мужчина, прыгнувший из окна девятого этажа. По предварительным данным, молодой человек покончил жизнь самоубийством, поскольку проведенным следователем осмотром квартиры, где он проживал, не было установлено никаких следов, которые свидетельствовали бы о криминальном характере его смерти. Также на теле были обнаружены лишь следы, которые характерны для падения с высоты. Квартира, где проживал молодой человек и с балкона, который он упал, была закрыта изнутри, что также свидетельствует о том, что молодой человек в этот момент находился дома один. По данному факту, Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области, в настоящее время проводится доследственная проверка. Камера зафиксировала не только падение мужчины. На видео можно проследить, как мимо упавшего, не обращая на него никакого внимания, прошел молодой человек. Запись попала в социальные сети, где развернулась бурная дискуссия по этому поводу. Более половины комментариев посвящены бездействию прохожего. Одни его оправдывают, твердя бессмысленности какого-либо участия, другие же, напротив, осуждают равнодушие и безразличие. Как поступать в подобных ситуациях? Каждый, конечно, решает сам. Но всегда нужно думать, прежде чем равнодушно проходить мимо чужого горя. Ведь в беде может оказаться каждый из нас. Пожарная испытательная лаборатория регионального управления МЧС исполняется 50 лет с момента ее основания. Все эти годы сотрудники лаборатории трудятся над исследованием причин возникновения возгораний и дают советы по их предотвращению. О том, как работники этого учреждения отметили полувековой юбилей, расскажет в своем репортаже Оксана Тебенихина. Сотрудники испытательной пожарной лаборатории Рязанской области отмечают 50-летие учреждения. Лаборатория была образована 26 января 1965 года для решения задач, связанных с установлением причин пожаров, а также для определения пожароопасных свойств, различных веществ и материалов. Установление причины пожара – это очень сложный комплекс мероприятий. Простой обыватель понимает, когда все сгорело, что можно установить. Но оказывается, как бы там ни было, к счастью, огонь не все уничтожает и оставляет следы, по которым, в общем-то, можно определить, где начался очаг пожара, какова его причина. Ну и вот для решения такого сложного комплекса задач 26 января 1965 года на территории Рязанской области была создана испытательная пожарная лаборатория. Сотрудники лаборатории проводят исследования различного рода экспертизы при взаимодействии с органами следствия, занимаются испытанием на пожарную безопасность изделий и конструкций, проводят научные исследования в области пожарной безопасности, оказывают техническую, информационную и аналитическую поддержку деятельности Федеральной противопожарной службы, а также помогают правоохранительным органам, занимающимся расследованием пожаров. Бензин очень быстро выгорает. На месте пожара мы, пользуясь этим прибором, пытаемся найти те места, где злоумышленник мог применить такие средства. Вот видите, прибор сигнализирует предельно допустимую концентрацию и подает звуковой сигнал. Мы в обязательном порядке работаем и с нашим экспертно-криминалистическим центром УВД Паризанской области, ну и с другими подразделениями экспертными. Сотрудники лаборатории входят в следственно-оперативную группу по раскрытию преступлений, связанных с пожарами. Поэтому, да, взаимодействие самое плотное. Со своими задачами испытательная пожарная лаборатория успешно справляется из года в год. Сегодня на вооружении лаборатории самые современные приборы для исследования материалов, изъятых с места пожаров, определение показателей пожарной опасности, строительных материалов и многое другое. И на этом сегодняшний информационный выпуск подошел к концу. Далее в эфире программа подробностей. И в ней продолжится тема, связанная с Татьяниным днем, так как гостем в студии стала главный врач областной детской клинической больницы Татьяна Панфилова. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире.